В том, что копилка спортивных достижений нашего округа значительно пополнилась за последние десятилетия, есть немалая заслуга кузницы юных спортсменов Югорского колледжа интерната Олимпийского резерва. За 9 лет своего существования колледж подготовил прияду талантливых атлетов, неоднократно побеждавших на соревнованиях самого высокого уровня. В 2006 году вопрос модернизации подготовки спортивного резерва активно обсуждался на уровне правительства Российской Федерации. К процессу были привлечены все регионы страны, в том числе и Хантамансийский автономный округ. В октябре 2008 года распоряжением правительства Югры было создано учреждение среднего профессионального образования ЮГИОР. В распоряжение колледжа поступила значительная материально-техническая база. На момент открытия Югорский колледж стал одним из самых крупных и укомплектованных среди 49 училищ Олимпийского резерва России. Нам ставились сразу довольно серьезные задачи по формированию кадрового состава, по отбору ребят. И, конечно же, мы не сразу выросли до 349 человек, учащихся и студентов, которые сейчас в нашем ведении находятся. Сначала первый год мы набрали 100 ребят по 8 видам спорта и начали нашу работу уже в 2009 году непосредственно по спортивной подготовке и обучению детей. За эти годы, 8 лет такой плодотворной работы, мы действительно добились довольно серьезных успехов. Перед тем, как взять ребенка на обучение в Югорский колледж Олимпийского резерва, он проходит тренировочно-просмотровые сборы и углубленное медицинское обследование. Специалисты смотрят уровень функционального состояния спортсмена, параметры биохимических показателей, а затем на основании полученных результатов прогнозируют потенциал спортсмена. Каждый спортсмен колледжа проходит здесь периодически этапные, текущие, комплексные медицинские осмотры. Осуществляется врачебный контроль. В данное время доктора проводят этапный, текущий контроль спортсменов. Для каждого вида спорта здесь свои есть диагностические комплексы. Подушка для боксеров. Данный аппарат биомедансиметрия – это стабилометрический аппарат для сноубордистов, спортсменов, у которых очень важна координация, равновесие, лыжные гонки, биатлоны и так далее. Здесь проводится электрокардиограмма, как в покое, так и после 20 приседаний. Также осуществляется ритмокардиограмма. Слева от меня два аппарата, которые осуществляют первый из них – это трендмилл-тест и велоэргиметрия. В процессе нагрузки мы смотрим на работу сердечно-сосудистой системы, на работу дыхательной системы, газообмена и осуществляем тем самым динамическое наблюдение за функциональным состоянием спортсмена, за ростом его функционального состояния. Также в условиях нашего отдела есть кабинет физиотерапии, где осуществляется лечение, физиолечение за спортсменами после каких-то травм, заболеваний, как в острый период, так и в подострый период, и также хронические заболевания. Сегодня спектр аппаратов достаточно большой, мы можем подойти с разных сторон к заболеванию, к травме в разные ее периоды. Современная материально-техническая база и инфраструктура колледжа позволяют применять широкий спектр инновационных технологий в научно-методическом, медицинском, учебном, тренировочном и соревновательном процессах подготовки обучающихся. Здесь есть все от учебного корпуса и общежития до спортивного комплекса и открытых спортивных площадок. Серьезно поставлен у нас вопрос организации медицинского обеспечения, спортивной подготовки. И наряду с этим, конечно же, большое внимание мы уделяем вопросам рационального питания, в зависимости от возраста, вида спорта, уровня подготовки. Для этого есть, я уже начал говорить, все условия связаны с материальной базой. Мы активно используем, кроме этого, объекты, находящиеся как на территории города Ханты-Носийской, так и в округе. За очень короткое время удалось привлечь к работе высоко квалифицированный тренерский коллектив, а также педагогов и учителей-воспитателей довольно-таки серьезного уровня. Сегодня с ребятами работают доктора наук и заслуженные тренеры России. Изначальной задачей, поставленной при создании колледжа, было развитие базовых видов спорта в югре, таких как биатлон, лыжные гонки, бокс, плавание, теннис и адаптивный спорт. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья практически с самой даты создания колледжа Олимпийского резерва имеют возможность обучаться здесь, получать те же самые услуги, что и другие спортсмены. У нас успешно учатся в колледже Ян Шкулка, Дима Душкин, Алина Марковская, Вика Капитонова. Те спортсмены, которые сегодня находятся в Смоленске на чемпионате России, представляя честью игру на всероссийских соревнованиях. Колледж очень сильно помогает ребятам, потому что образовательный процесс, медицинское сопровождение, спортивное питание – все это то, что обеспечивает колледж Олимпийского резерва. Центр только сосредоточен на спортивной подготовке, тем самым мы имеем такие высокие результаты. Главной, конечно же, остается тренировочная часть занятий. Уже под нее выстраивается вся система сопровождения. Это учебный процесс, медицинское сопровождение, питание и все, что связано с организацией досуга и развития детей. Но и учебный процесс нельзя было отодвигать на второй план. Совсем недавно Югорский колледж-интернат Олимпийского резерва стал лауреатом-победителем открытого публичного всероссийского конкурса образовательных организаций. Это очень высокий показатель, учитывая то, что в этом смотре приняли участие более 8 тысяч учебных учреждений. Система образования колледжа отличается своей целостностью и системностью. Это самое главное и самое важное, что соблюдается в этом учреждении. Дело в том, что главная задача, которая перед нами стоит, это поддержка талантливых в спорте ребят. Наши ребята умудряются и быть хорошими спортсменами, перспективными, добиваться высоких результатов в спорте и добиваться высоких результатов в образовании. За вот эти годы мы выпустили 7 ребят из 68 выпускников СПО среднего профессионального образования. 7 у нас закончили с красными дипломами. 6 ребят получили золотые медали. Кстати говоря, и на выезде учащиеся колледжа обучаются дистанционно через интернет. При этом они находятся в постоянном контакте со своим учителем. Весь процесс полностью расписан. Подъем, как правило, в 7 часов утра, отбой в 10 часов, а также двухразовые тренировки по несколько часов в день. Когда ребенок уезжает у нас на сборы либо на соревнования, он вооружается соответствующими заданиями. Эти задания выставляются на сайте нашего образовательного учреждения. Ребята выполняют эти задания, по электронной почте отправляют педагогам, педагоги проверяют эти задания и, соответственно, выставляют отметки и выдают очередные задания. Вот такое вот общение на расстоянии педагога и ученика, конечно, компенсирует те пробелы в образовании, которые возникают. В последние годы учащиеся колледжи вышли на международный уровень. 72 из 349 занимающихся в колледже спортсменов являются членами сборных команд России в своих возрастных группах и видах спорта. Кроме этого, среди выпускников действующие спортсмены высочайшего уровня. Это двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, победительница общего зачета гран-при в плавании на открытой воде Ольга Козыдуб, золотой медалист первых европейских игр «Бахтовар Назиров» в боксе. То, что касается результатов, которые в нашей зоне ответственности находятся по спортивным достижениям, здесь нам тоже есть о чем гордо заявить. За эти годы мы подготовили 80 мастеров спорта Российской Федерации, 12 мастеров спорта международного класса. Наши выпускники довольно серьезно себя сейчас показывают на международной арене в составе сборных команд Российской Федерации. Вообще, наши ребята за год завоевывают порядка 300 медалей на соревнованиях всероссийского и международного уровня. И все это сейчас уже начинает превращаться в такие реальные достижения, которыми мы гордимся. В целом, во всех видах спорта можно отметить значимые результаты воспитанников колледжа на уровне мировых чемпионатов и первенств. В биатлоне успешно выступают Виктор Третьяков и Елизавета Каплина, в тяжелой атлетике Тимур Наниев. Кроме того, колледж, естественно, взаимодействует со всеми спортивными школами, федерациями и клубами по игровым видам спорта, а также проводит курсы повышения квалификации тренерского состава. За время добывания в Юкиоре было воспитано 3 мастера спорта международного класса. Это Ульянов, Козыдуб, Вершинина. На сегодняшний день колледж плотно работает с хоккейным и ватерпольным клубами, а также с сургутской волейбольной командой «Газпром Югра», которые на своих базах проводят отбор талантливых детей, и многие из них уже добились высочайших результатов в составах национальных сборных. У волейболистов можно отметить Антона Семышева, Александра Гончарова, Максима Тройнина в водном поле. В основном составе команды Суперлиги играет уже более 10 югорских воспитанниц, в том числе и студентка Юкиора Татьяна Аковина, ставшая бронзовым призером Всемирной универсиады 2015 года. В составе сборной страны по хоккею «Шайба» ведущие роли играют студенты колледжа Александр Беляев, Кирилл Попов, Павел Шен и Данила Голенюк. Последний в нынешнем году стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в Словакии. Мы можем с гордостью говорить о том, что все, кто заканчивает наш колледж и получает диплом о среднем профессиональном образовании, они продолжают в основной своей массе, продолжают обучение и реализуют себя в сфере физической культуры и спорта. У нас, например, работают два наших выпускника, которые ведут группы по плаванию. И параллельно они учатся в Югорском государственном университете. На базе Юкиора активно работает и региональный центр тестирования Всероссийского комплекса готов к труду и обороне. Мы благодарны правительству и губернатору, что нас рассмотрели в качестве такого центра тестирования, которое объединяет всю работу и формирует, и проводит всю работу, связанную с реализацией комплекса готового на территории округа. Тут тоже проделана очень большая работа за очень короткий промежуток времени. Буквально два, наверное, года, как активно занимаемся мы этой деятельностью. Это первый год, когда реализация этого комплекса направлена уже на все население. До этого мы занимались только учащимися и студентами. Сейчас уже любой желающий может прийти, зарегистрироваться на сайте, прийти в центр тестирования, который расположен рядом с тем местом, где он находится, и сдать нормативы ГТО. Пять выпусков позади, и это только начало. Среди бывших и нынешних воспитанников колледжа Олимпийского резерва более 80 членов национальных сборных. ЮКИОР продолжает свое становление и развитие, и нет никаких сомнений, что и нынешний выпуск подарит Югре и стране в целом талантливых и без всяких сомнений перспективных спортсменов. Субтитры создавал DimaTorzok